Паркур был интересен тем, что в России есть масса официальных видов спорта, которые развиваются понятными нам путями, но есть вот несколько паркур в том числе. Когда молодые ребята начинают заниматься спортом и становятся просто атлетами высшей категории совершенно без школы, без тренеров, делают это на собственной инициативе и любви к спорту. И мне было интересно именно это. Было здорово познакомиться с ребятами, которые этим занимаются уже много лет, которые являются потрясающими атлетами, которые занимают первые места на различных фестивалях, ездить по миру и просто, конечно, смотреть их тренировки и видеть их тренировки. Это было таким переворотом сознания. Прелесть паркуров состоит в том, что, в принципе, ничего не нужно для того, чтобы начать им заниматься, и никаких специальных приспособлений не нужно, чтобы отрабатывать движения и трюки. Они могут делать просто вот со столбом. Но это, конечно же, не так удобно, как площадки. Желание познать эту сферу более глубоко. Я думаю, что я к этому вернусь. Еще одно из ограничений, которое я осознала, конечно, снимая паркур и подобные виды спорта, то, что снять это на фото невозможно. Это нужно снимать на видео. Потому что те движения, которые отрабатывают, и те трюки, которые выполняют ребята, они поражают воображение. Это выглядит как какое-то невероятное голливудское кино. С трудом можно вообще поверить, что человеческое тело способно на те вещи, которые они делают в своих повседневных тренировках. Редактор субтитров М.Луна Корректор А.Егорова Продолжение следует...